Как работает тело человека? Очень плохо, как мне кажется, и вот почему. Эй, гайз, это Вау Машин. Короче, когда я в очередной раз долбанулся локтем об угол стола и почувствовал, как будто мне сам Зевс садил туда комбы из молний, ну знаете, вот этот вот нерв, который почему-то догадались запилить на одно из самых выпирающих мест в нашем теле. Я подумал, ну когда уже починят все эти баги человеческого тела? Разработчики, вы там вообще следите за своим проектом? Ну давайте, в общем, по порядку. Мы вообще зачем изначально имеем возможность прикусить себе чоку или язык? А когда прикусил и щека распухла, и ты не можешь ее уже не кусать, вот это нафига сделано? Нельзя было какой-то предохранитель от этого придумать? Ведь это же так кайфово, когда ешь что-нибудь настолько вкусное, что не замечаешь, и вот ты уже ешь свой язык. Вот че-то я не думаю, что у каких-нибудь акул такое вот есть. Идем дальше. Зубы мудрости, это че вообще такое? Чел живет своей жизнью, у него все норм, и тут какой-то страшный кривой. Зуб с болью прорывается через десну и такой типа, чувак, как же ты без меня жил, я тебя спасу, я принесу тебе мудрость. Ну, конечно же, это разводка, и все, что они приносят, это искривление челюсти. Да-да, и такое бывает. И адовые ощущения во время их удаления. Блин, ну давайте тогда сделаем зубы силы, зубы скорости, или зубы успеха на ютубе. За такое, может быть, и можно немного потерпеть. Ставь лайк, если хочется и такой зуб. А вот это? Вы вообще думали, когда это разрабатывали? Человеческий позвоночник один из главных фейлов цивилизации вообще. Типа, посмотрите на тигра или гепарда. Мощное тело уверенно опирается на четыре лапы, которые отлично амортизируют, и поэтому весь механизм работает безупречно. Видели когда-нибудь тигра, который такой, «Ой, спина, принеси мне этот чертов гель из рекламы для стариков». Вот я тоже нет. Короче, в момент, когда позвоночник решили поставить вертикально и обрушить всю массу тела на две конечности, у нас начались большие проблемы. А теперь смотрите-ка, позвоночные диски трутся друг об друга, образуются грыжи, и вообще нагружать позвоночник вредно. Да ладно? Вы чего этого не предвидели? Ладно, вот еще фейл, и вроде ничего такого, но блин. Чесотка. Какой в этом гребаный смысл? Типа, окей, тело, ты хочешь подать мне сигнал, что что-то не так? Что значит не обязательно? Тогда нафига это нужно? Ну, просигналь мне болью, если что-то серьезное, ну или оставь меня в покое тогда, если все ок. И знаете, вот это когда у тебя что-то сильно чешется, и все окружающие тебе такие, «Ты главное не чеши». Спасибо, охреный совет! Поставлю его в топ-5 лучших советов сразу после «Просто не совершай ошибки». А вирусы, серьезно? Мы развились так, что уже на Марс скоро полетим. И все равно пару раз в год вот это вот «Гайс, у меня насморк и температура», так что я в ближайшие 5 лет, 5 дней буду пить всякую фигню, без которой болел бы ровно столько же, и чувствовать себя полным ничтожеством, у которого жизнь проходит мимо, пока другие угорают, как черти. А с этим коровом-виндоусом так вообще... Блин, и это же я еще только 5 багов назвал. Про вот эту фигню я сейчас даже начинать не буду. Короче, товарищи разработчики, ставлю пока 2 звезды, надеюсь, вы там работаете над всем этим. Если что-то поправите, поменяю рейтинг. И сделайте еще новые способности, а то достало уже за одну и ту же расу играть, окей? «Гайс, не забудьте подписаться на Вау Машин, потому что я знаю, что где-то 60% из вас смотрят без подписки». Субтитры сделал DimaTorzok